Дорогие братья и сестры, хочу к вам обратиться со словами благодарности за вашу поддержку, за ваше небезразличие, то что происходит в нашей республике. Также хочу сказать вам, что я жив-здоров, меня никто не похищал, не сажал, не убивал. Не угрожал ни ФСБ, ни КГБ, ни ЦРУ, там никто, да. Просто я читал ваши комментарии и на самом деле, да, я видел озабоченность людей, что переживания за меня. Спасибо вам большое, опять-таки я хочу вам выразить свою благодарность. Ничего этого не было и это еще раз подтверждает, что мы живем в демократической стране, в демократической республике, в которой есть право голоса, возможность высказать свою гражданскую позицию, свою озабоченность. Безусловно, это не может не вызывать неуважение и так далее, да. Также, конечно, я хочу перед вами принести слова извинения, извиниться хочу перед вами за свое эмоциональное выступление. Просто оно связано с тем, что оно не появилось вчера или год назад, или еще там несколько лет назад. Оно складывалось годами, понимаете, оно складывалось годами, когда мы каждый день выходим на улицу и сталкиваемся с несправедливостью, которая окружает нас, да. И оно постоянно накапливается, накапливается, накапливается и в итоге это был просто какой-то эмоциональный взрыв был, это уже просто, я не знаю, это точка кипения, оно уже просто взорвалось, понимаете. И поэтому мне пришлось так эмоционально там орать, кричать, чтобы они услышали наконец-то. Проходится орать, потому что они не слышат. Если бы они слышали, мы говорили бы спокойно, шепотом, да, и так далее, но они нас не слышат. Они не хотели пропускать нас, хотя объявили общественное слушание и так далее, там узнать мнение народа, и при этом не хотят запускать нас внутрь. Ну как это там? Выгодят, вас нету в списках. Ну что значит, нас нету в списках. Понимаете, везде на ровном месте создают какие-то капканы, проблемы. А кто создавал этот список? Кто, кто отдал, кому дали вы право создавать этот список? Откуда мы знаем, кто туда заходит? Хлава Аллаху, конечно, там были порядочные, достойные люди, которые отстаивали точку зрения народа. Но кто его знает, могли бы там быть и те, кому наплевать, допустим, на республику. Они тоже могли быть там. И мы не можем это исключать. Поэтому пришлось и орать, и кричать, чтобы они запустили нас туда. А иначе как? Потом, все-таки они, ну, ну, они пропустили. Ну, вы это уже все уже видели, да, на видео и так далее. Также я хочу обратиться к главе республики Сергею Алимовичу. Сергей Алимович, безусловно, вы боевой офицер, вы гордость России. Вы неоднократно смотрели смерти в глаза и принимали участие в горячих точках. И это все не может у нас не вызывать уважение к вам. Да, это огромное мужество, это храбрость. Но вы должны понять одну вещь, что Дагестан это не казарма. И народ Дагестана это не солдаты. Да, дагестанцы это войны. И они это показывают и доказывают каждым днем своими поступками, а не словами. Дагестанцы себя проявили мужественно во всех горячих точках, куда бы их ни отправляла наша страна, наша Родина. И сегодня они исполняют достойно, мужественно свой долг перед государством на Украине. Также я хочу сказать, что когда наше государство воюет с целым блоком НАТО, и это не секрет для кого-то, на Украине, и когда азербайджан и армянский конфликт еще не утих, и там тоже бывают периодически какие-то стычки, боевые действия и так далее, и когда в республике столько много проблем, связанных во всех направлениях, во всех, просто я не буду вам их перечислять, вы это и сами все знаете. И сегодня предлагаете ставить на повестку дня поправку в Конституцию касаемо территории. Ну это, как это понять вообще-то, я не могу понять. У нас больше нет других проблем, у нас это проблема что ли, это самая такая острая проблема, которую мы должны, вот быстро-быстро мы должны это сделать. Нет, этого нет и этого не будет. Потому что народ Дагестана не хочет этих поправок касаемо территории. И я народ Дагестана. Поэтому мы вас призываем и просим, и обращаюсь также к депутатам и Народному собранию Республики Дагестан. Я знаю среди вас очень много достойных, мужественных людей, которые готовят ценой своей собственной жизни отстаивать интересы республики и народа. Поэтому и вам обращаюсь, чтобы вы не голосовали за эти поправки, чтобы вы сняли ее с повестки дня. Нам не нужны эти поправки. Голосуйте за какие-то другие свои поправки, но этот пункт исключите. Мы не противоречим Конституции Российской Федерации и федеральному закону. Нет никакого необходимости нам сейчас ставить на повестку дня поправку именно вот эту. она нам не нужна, никому не нужна. Вы на ровном месте создаете проблему. Проблему и для себя. И вы это увидите, эту проблему и ощутят ваши дети на себе. Когда время придет, вы все увидите. Вы увидите, что эти поправки, они антинародные поправки. И при всем этом, вы, несмотря на все, что происходит, и вы знаете, что страна находится сейчас в режиме таком войны, вы все равно делаете эти провокации. У меня такое ощущение складывается, что вам откуда-то платят, наверное, деньги. Это я просто, я вас не обвиняю в этом. Складывается просто такое впечатление, что как будто вам платят оттуда где-то, не знаю, с Америки, наверное, чтобы вы делали вот эти постоянные базары здесь в Дагестане, вот эти непонятки. Зачем вы их делаете? Неужели вы не понимаете, что республика Дагестан, дагестанский народ не будет это терпеть? Миллионы людей выйдут на площади. Я вам даю прогноз, они выйдут на площади, и никого они не спросят, и ни меня, и ни вас. Они выйдут, потому что это больная тема для республики. Никто же нас не говорит, не выходит, дайте мне колбасу, мы за это. Они наплевать им на это. У людей больная тема эта территория. Оставьте уже, наконец-таки, народ в покое, вы уже достали всех. Не хотите на себя брать ответственность за это все? Уходите, никто вас здесь не держит. Уходите, снимите с себя полномочия, уйдите отсюда. Если вы чего-то боитесь, если вы не можете взять на себя ответственность, то уходите тогда. И вас мы не выбирали. Это не благодаря вам вы стали главой республики. Это благодаря нам вы стали главой республики. Это благодаря тому, что мы подписываемся под каждым словом президента нашей страны. И мы не оспариваем его решение, потому что мы уважаем его решение. Мы видим, что президент страны за годы своего правления делает и старается во благо общего народа, во благо России. А вы занимаетесь ерундой. И народы Дагестана голосовали за этих депутатов, которые сегодня находятся в народном собрании. И депутаты народного собрания по представлению главы государства проголосовали за вас. Хотя могли бы и не проголосовать. Но это опять-таки не ради уважения к вам, а ради уважения к президенту страны. Потому что мы считаемся своим мнением. Мы верим в него. А вы занимаетесь ерундой. А вы просто занимаетесь ерундой. Вам что, заняться больше нечего, что ли? Сидите в своих кабинетах, обреченные властью. Не видите дальше своего носа ничего. Вы думаете, если все там у вас костюмчика ходят внутри в государственном правительстве, что все у нас здесь... Не ходят у нас здесь в костюмах все на люди. У нас люди каждый день думают, как бы прокормить свою семью. Ищут. Всячески, какой-то где-то. Вы не думаете над тем, как создать рабочие места. Вы просто ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И все, больше ничего. Никакие проекты... Вы срываете все нацпроекты, которые ставит перед вами президент Российской Федерации. И это вы тоже знаете хорошо. И знают это те, кто проверяет вас. Почему вы этими проблемами не занимаетесь? А занимаетесь ерундистик какой-то, ерундой занимаетесь. Ненужные, которые никто с нас не требует, вы этим занимаетесь. Я понимаю, если бы нам нужно было бы внести эти поправки, потому что это каким-то образом, да, как правильно вам сказать на эмоциях, это мешает каким-то там, я не знаю, противоречит, точнее, Конституции Российской Федерации. Но она не противоречит. И прокурор, который там вчера присутствовал, она нас зачитала. И все поняли, что нам не говорят, ребята, давайте быстро сделайте эти поправки. Они не нужны никому. Они только нужны вам. Они только нужны вам. А вы их принимайте там где-то в другом месте у себя. В нашей республике вы их принимать не будете. Потому что мы, народ, против этих поправок. Нам они не нужны. Поэтому я вас очень прошу, отнеситесь к этому серьезно. Отнеситесь, послушайте народ. Выслушайте народ. У людей волнение, люди нервничают, люди переживают. Зачем вы будоражите народ в столь тяжелое время сейчас для нашей страны, когда мы воюем с другим государством, не с одним государством, а с 39 государством мы воюем в этой гребаной Украине. С этими шайтанами Зеленскими и его прихвостнями. И вы на сегодняшний день создаете проблему. Зачем вы это делаете? Поэтому подумайте. Ваша недальновидная политика, она может быть губительной. Последствия у нее могут быть плачевными. Остановитесь. Задумайтесь, что может случиться завтра. Но завтра может быть поздно. И все эти ваши красивые речи, умные слова, они нас не убедили. Они не могут нас убедить. Я хочу процитировать слова нашего президента. Я постоянно слежу за его выступлениями и восхищаюсь его вообще выдержкой, речью. Я хочу процитировать его слова, которые я хорошо запомнил. Он сказал, это обращайся к вам. Он сказал, вы же умные люди. Почему вы думаете, что мы придурки? Вот я вам хочу сказать, что. И надеюсь, что из этого всего вы сделаете правильный выбор, правильный вывод. И прекратите заниматься ненужными делами. Спасибо вам всем за внимание. Всего вам хорошего. Мира, добра.